здравствуйте мои дорогие я снова рада видеть вас на своем канале ну что девчоночки сегодня новый урок поехали в нашем ногтевом мире существует очень много всевозможных услуг в данном случае я вам предлагаю разобрать такую востребованную у клиентов услугу как укрепление натуральных ногтей что же это такое самый простой и самый распространенный вариант это укрепление натуральных ногтей при помощи базы от гель-лака с последующим покрытием но к сожалению база от гель-лака не способна изменить форму натурального ногтя я же вам предлагаю делать укрепление моделирующими жесткими гелями при этом формируя тот ноготь который нам необходим моделирующий гель в отличие от гель-лака это жесткий материал который фиксирует конструкцию которую мы ему зададим и кстати при работе именно этим материалом у вас никогда в жизни не возникнет проблем с отслаиванием или сколов с торцов то есть это тот материал который сколы с торца никогда не дает что же у нас здесь происходит я сняла предыдущий материал в данном случае у меня клиентка моя любимая мы ей убрали категорически длину потому что она пошла в зал сказала что мне длиной неудобно поэтому длину мы ей сняли практически в ноль сняли весь объем материала и меняем форму раньше у нас были миндали теперь мы делаем ей арочные квадраты как обычно подготовка натуральных ногтей у нас произвелась по стандартной схеме мы сняли предыдущий материал пробежались пилочкой по натуральному ноготочку поправили форму наших будущих ногтей убрали фрезером ты риги нанесли праймер и нанесли слой базового геля в данном случае в качестве базового геля выступает моя прозрачка само же моделирование у нас происходит при помощи замеса замес напоминаю это смесь из прозрачного геля и камуфлирующего при этом мы не обращаем внимание на натуральную форму ногтя потому что некоторые пальчики в данном случае мы поворачивали не туда куда они растут а туда куда нам необходимо для этого в сторону в которую нам нужно повернуть ноготочек было нанесено большее количество материала и потом изнутри арочку мы выправим и будет ноготок ровненький также на первом слое нанесения замеса был произведен поджим арочки что это такое обратите внимание как я ставлю зажим это очень важно зажим ставится на точки в роста натурального ногтя то есть мы зажимаем немножечко точки в роста и в основном зажимаем свободный край на натуральное ногтевое ложе зажим у нас не располагается время поджатия определяется для каждой лампы и для каждого материала индивидуально в моем случае это где-то приблизительно 20-25 секунд а вы следите за тем смотрите что вам нужно понять зажимается материал тогда когда он слегка недосушенный но если вы его слишком недосушили он у вас начнет собираться в гармошечку тогда просто время просушки немножко увеличьте если же вы пересушили материал то он у вас поджиматься не будет потому что он уже пересушенный зафиксированный тогда время под просушивание немножечко уменьшить зная два этих нюанса и прочувствовав их на своем оборудовании на своем материале вы подберете то время которое подходит именно вам вторым же слоем замеса мы поднимаем точку апекс на необходимую нам высоту и выстраиваем будущую площадочку наших квадратов потому что у квадрата площадка должна быть параллельно боковой оси пальца если она не параллельно то это не квадрат это получается какой-то клюнувший квадрат круглый квадрат круглых квадратов природе не существует и именно вот это вот толщина материала которую мне многие говорят ты слишком переваливаешь материал на самом деле нет лишнего материала здесь не так уж и много именно вот эта толщина материала в дальнейшем превратится в глубину нашей арки а После того, как мы хорошенечко просушили выкладку нашего материала, снимаем липкий слой и переходим к опилу. В первую очередь выставляем боковые параллели. Параллели, как мы вспомним из геометрии, это две линии, которые никогда нигде в пространстве не пересекаются. И именно они должны в первую очередь выстраивать наш квадрат. Здесь, внимание, если вы немножечко завалите пилочку, то это будет уже не параллель. Далее под углом 45 градусов оформляем зону кутикулы. И именно этот угол выставляет нам местоположение нашей точки апекс. Теперь мы ее с площадочки выравниваем, напоминаю, параллельно боковой оси пальчика. И нам все, что осталось, это собрать верхнюю арочку. В самую последнюю очередь оформляем нижние параллели. Опять же, они должны быть параллельны боковой оси пальца и, соответственно, параллельны нашей площадке. Как вы видите, в данном случае опил я ни капельки не ускоряла. И можете посмотреть, что опил одного ноготочка занимает чуть более минуточки. Поэтому на опил 10 пальцев у меня уходит максимум 15 минут. И в таком формате повторяем на всех 10 пальчиков. Здесь я вам еще пару пальцев оставила, для того, чтобы вы могли хорошенечко рассмотреть все-все-все движения пилки. Ну а ссылочки на все используемые материалы в этом ролике я вам, конечно же, оставлю в описании. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А теперь последний штрих в нашей коррекции. Нам вот эту всю лишнюю толщину материала необходимо превратить в арочку. В данном случае нам поможет фрезер и твердосплавная фреза. Вот, собственно говоря, такой результат у нас получился. Он совершенно отличается от того, что было у нас на ручках. Поэтому вот именно этот момент и называется моделированием натуральных ногтей. То есть, когда мастер моделирует то, что ему необходимо, а не покрывает то, что есть у клиента. А у меня на сегодня все. Надеюсь, у меня получилось максимально подробно донести до вас прелесть этой процедуры. Надеюсь, вы начнете применять ее в своей работе. Я же с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока.